В настоящее время в России COVID-19 болеет около 900 тысяч человек. В Хабаровском крае более 113 тысяч человек заразились коронавирусом. Из них полностью выздоровели и выписались из больницы почти 99 тысяч пациентов. Коронавирусная инфекция опасна не только течением, но и последствиями. Из-за нее обостряются хронические болезни. Людей мучают головные боли, отдышка, нарушение сна, хроническая слабость. Нежелательные последствия на своем здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции. Ощущает каждый второй пациент, выписанный из медучреждений. Только своевременная реабилитация не позволит разделить жизнь пациента на до и после болезни. Поможет восстановить нарушенные функции и вернуться к привычной жизни. Что нужно делать, чтобы ускорить восстановление организма и предупредить возможные осложнения. Поговорим сегодня с нашей гостьей в студии Ирина Басова, исполняющей обязанности главного врача городской поликлиники номер 5. Доброе утро. Доброе утро. Вот понятно, что ковид, если ты заболеешь, даже если заболеешь в легкой форме, в уши лежать дома, много времени занимает, не ходишь на работу, хочется уже быстрее сорваться и убежать по делам куда-нибудь из квартиры. Но все-таки почему обязательно дать себе время на восстановление? Ну, даже пациенты, которые перенесли ковид-19 в легкой форме, они до конца не чувствуют себя здоровыми. Очень важно оценить свое состояние и не начинать сразу же активный образ жизни. Организму требуется временное восстановление. Мы знаем, что этот вирус не простой ОРВИ и у него свои законы. До конца этот вирус не изучен, и что от него ждать, каких последствий, до конца медики еще не знают. Обычно люди, которые перенесли в легкой форме заболевание, восстанавливаются до месяца. То есть около месяца все равно их беспокоит слабость, астемия, отмечается снижение иммунитета. То есть у человека возникают различные заболевания, конъюнктивиты, отиты. То есть длительное время человек еще не ощущает себя здоровым. Люди, которые перенесли ковид в тяжелой форме, восстанавливаются намного дольше. Восстановление занимает до 6 месяцев и более. Отмечается патология со стороны дыхательной системы, одышка, нервной системы. Это депрессия, снижение памяти и выраженная астения. То есть человек испытывает резкие приступы слабости. У него нет сил встать, пойти на работу, бессонница. Также могут быть осложнения, которые возникают при работе желудочно-кишечного тракта. Тошнота, нарушение стула. Поэтому важно постепенно начинать активный образ жизни. Не бежать в спортзалы. Да, не бежать сразу в спортзал. А постепенно увеличивать физические нагрузки в виде лечебной гимнастики. И постепенно гулять обязательно, вовремя ложиться спать, правильно питаться. Для того, чтобы дальше не подвергать свой иммунитет и свой организм перегрузкам. То есть постепенное наращивание нагрузок, нормальный сон, это поможет скорее восстановиться организму? Может быть, какие-то еще способы, на что обратить внимание? Ну, обязательно, если человек переболел средне-тяжелой формой ковида, выписан из стационара, обязательно нужно обратиться к врачу-терапевту, пройти углубленную диспансеризацию. Уже врач-терапевт назначает анализы, консультации дополнительных специалистов, оценив состояние пациента. Да, в зависимости, что беспокоит, да, вот какие вопросы есть. Да, да, да. Что нужно самому контролировать, чтобы понять, что вот со мной что-то не так, что я еще вот не до конца, может быть, выздоровела, восстановился? На что обращать внимание, на какие моменты у себя? Ну, во-первых, на температуру тела. Нет ли нарушения ритма? То есть, если человек обеспокоит тахикардия, перебои в работе сердца, обязательно нужно обратиться к врачу, сделать ЭКГ. Если продолжается температурная реакция, нужно сдать анализы крови, биохимический анализ, анализ мочи. Ну, и если человек испытывает постоянную слабость, усталость, не может работать, то здесь тоже требуется дополнительная реабилитация. А вот что-то из такого, ну, какого-то нестандартного, какие могут быть последствия после перенесенного заболевания. Многие жалуются, что там волосы начали выпадать. Вот у кого-то, допустим, обоняние либо не восстанавливается, либо восстанавливается, но какие-то запахи становятся другими или неприятными, или наоборот какими-то особенными. Вот есть еще какие-то такие страны, вещи, о которых мы, возможно, два года назад еще бы и не подумали, как последствия. Ну, обязательно нужно обратить внимание, нет ли отечности нижних конечностей. То есть частые осложнения – это тромбозы глубоких вен. При подозрении на тромбозы нужно сдать анализы на свертываемость, додимер, сделать УЗДГ нижних конечностей. И от этого зависит, как долго человек должен принимать антикоагулянты для того, чтобы избежать серьезных фатальных осложнений в виде тромбоэмболии легочной артерии. Опять же, нужно обратить внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Уже без специалиста, без помощи специалиста и надзора, конечно, никуда. Вы сказали про диспансеризацию. Это любой человек, приболевший коронавирусом, может как-то вот на нее пройти, рассчитывать? Это вот как? Это обязательно? Это по поручению врача или это все-таки инициатива должна от самого человека исходить? Ну вообще и страховые компании, и врачи-терапевты приглашают людей, перенесших инфекцию на диспансеризацию. Активно приглашают. У нас есть отдельный человек, который занимается этой проблемой, принимает пациентов и направляет их на дальнейшие исследования. А какие-то курсы реабилитации после коронавируса? Вот есть уже такие оформленные, созданные программы? Да, у нас два учреждения проводят реабилитацию. Это Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации. Там в комплексе работают врач-терапевт, врач-ФК, врач-реабилитолог и психолог. То есть реабилитолог определяет программу индивидуальную для данного человека, и затем человек проходит эту реабилитацию. Также подобная программа есть в Центре здоровья поликлиники Вивея. Ну, хочется еще раз добавить, берегите свое здоровье, берегите здоровье своих близких. Лучше, конечно, вообще не болеть, чтобы потом не разгребать все такие возможные последствия от этой болезни. Спасибо вам большое. На студии была Ирина Басова, исполняющая обязанности главного врача городской поликлиники номер 5. Продолжение следует...